Когда мы говорим о здоровье, часто думаем о сердце, голове, легких, но как-то забываем про ноги. А ведь именно ноги несут нас всю жизнь, каждый день преодолевают километры, даже если мы почти не выходим из дома. И каждый день на них ложится огромное напряжение и вес, даже если мы не занимаемся спортом и живем, кажется, спокойной жизнью. Но вот что интересно, проблемы с ногами начинаются не только из-за физической нагрузки или возраста, одной из главных причин, по которой у нас болят ноги, оказывается, являются наши эмоции. Как ни странно это может звучать, негативные чувства, тревога, гнев, обида, беспокойство способны так влиять на наш организм, что первые, кто на себе это испытывает, наши ноги. Задумывались ли вы когда-нибудь, как именно эмоции могут отражаться на нашем физическом состоянии, на болях и ощущениях в теле? Давайте представим, вот у вас был тяжелый день, нервотрепка на работе, вы пытались удержать все задачи, как мячики в воздухе, но один за другим они все равно падали. А затем, придя домой, вы, возможно, почувствовали тяжесть в ногах, как будто они налиты свинцом, или заметили легкую боль, которая, кажется, появилась неоткуда. Это может казаться странным, но связь здесь есть. Когда мы испытываем стресс, наше тело реагирует на него не только в голове, но и в мышцах и сосудах. От сильного эмоционального напряжения у нас напрягаются не только плечи и спина, но и ноги, они буквально сковываются от волнения, переживаний и нервного напряжения. Это может вызвать спазмы в мышцах, ухудшение кровотока и, как результат, появление той самой тяжести и боли. Стресс заставляет мышцы напрягаться, и если это происходит часто, мышцы становятся слишком напряженными. Это похоже на то, как если бы вы носили тяжелую сумку на одном и том же плече весь день, сначала будет легкий дискомфорт, а потом начнется боль. Но что делать, если работа, дом, разные проблемы, все это никуда не исчезает и не собирается исчезать, а ноги продолжают болеть? Здесь на помощь приходят расслабляющие практики, которые помогают снять мышечное напряжение и вернуть ногам легкость. Например, одна из самых эффективных и при этом простых техник – это ванны для ног. Просто сесть и опустить ноги в теплый ароматный раствор, закрыть глаза и на некоторое время забыть о заботах. Теплая вода сама по себе уже расслабляет, помогает сосудам расшириться, кровоток нормализуется, а мышцы потихоньку начинают отпускать свое напряжение. А если добавить в воду специальные компоненты, можно не только снять усталость, но и избавиться от мелких воспалений, улучшить состояние кожи ног и даже укрепить иммунитет. Есть несколько простых и очень действенных рецептов, которые помогут вам расслабить ноги и убрать неприятные ощущения. Один из самых известных рецептов – это ванна с морской солью. Морская соль – это кладезь полезных минералов, которые быстро проникают в кожу и оказывают сразу несколько эффектов. Она помогает уменьшить отеки, улучшает кровообращение и дает ногам легкость. Просто добавьте пару горстей морской соли в теплую воду, подождите, пока соль полностью растворится и опустите ноги на 15-20 минут. В процессе можно помассировать стопы, чтобы усилить эффект. Уже после одной такой ванны вы почувствуете, как ноги словно стали легче, ушла тяжесть, а кожа стала мягче и нежнее. Если хочется еще большего расслабления, можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды или мяты. Лаванда успокаивает и расслабляет мышцы, а мята дает приятное ощущение прохлады и снимает усталость. Еще один отличный рецепт – ванна с содой и лимоном. Сода помогает снять напряжение с мышц и обладает легким противовоспалительным эффектом, а лимонный сок освежает и смягчает кожу. Для приготовления ванны просто добавьте в воду пару ложек соды и сок одного лимона, размешайте и опустите ноги. Эта ванна поможет избавиться от усталости, а также очистит кожу ног, сделает ее более гладкой. Лимон содержит много витамина С, который нужен для кожи, особенно если она часто подвержена сухости и раздражениям. К тому же лимонный аромат поднимет настроение и придаст бодрости. Еще один простой и полезный способ – это ванна с отваром ромашки. Ромашка обладает выраженным противовоспалительным и успокаивающим эффектом. Если ваши ноги устают из-за длительных нагрузок или вы страдаете от варикоза, то ромашка – это то, что вам нужно. Заварите в литрике пятка примерно 5-6 столовых ложек сухой ромашки, дайте настояться около 10 минут. Процедите и добавьте отвар в теплую воду. Опустите ноги в ванну и подержите 15-20 минут. Ромашка поможет снять воспаление, улучшить кровообращение и придаст ногам ощущение легкости и свежести. После такой ванны вы почувствуете, что ноги стали как новые. Боль уходит, кожа смягчается, а напряжение исчезает. Для тех, кто хочет усилить эффект, можно попробовать ванну с мятой и уксусом. Да, уксус может показаться странным ингредиентом для ванны, но он имеет массу полезных свойств, когда речь идет о ногах. Яблочный уксус помогает улучшить кровообращение и снять усталость. Просто добавьте в теплую воду половину стакана яблочного уксуса и пару веточек свежей или сушеной мяты. Мята освежит кожу, уберет неприятные запахи, а уксус поможет расслабить сосуды. После такой ванны ноги не только перестанут болеть, но и приобретут приятный тонус. Мята, кстати, помогает и в тех случаях, когда стопы горят или у вас ощущение жара в ногах. Для еще более расслабляющего эффекта можно сделать ванну с добавлением травяного отвара из шалфея и лаванды. Эти травы обладают мягким, успокаивающим воздействием на кожу и мышцы. Заварите по три столовые ложки шалфея и лаванды в кипятке, дайте настояться и добавьте в теплую воду для ног. Ванна с шалфеем помогает снизить воспаление, а лаванда расслабляет, снимает тревожные ощущения, связанные со стрессом. Если перед сном сделать такую ванну, то уснуть будет легче, а ноги будут отдыхать всю ночь, ведь отечность уйдет, мышцы полностью расслабятся. Шалфей также помогает смягчить кожу, сделать ее более гладкой и эластичной. Но ванны – это не просто физический процесс, это еще и время для себя, возможность снять стресс не только с тела, но и с головы. Пока ноги отдыхают в теплой воде, можно просто подумать о хорошем, закрыть глаза, представить что-то приятное, поблагодарить себя за все, что вы сделали за день. Ведь забота о себе начинается с мелочей, с таких простых ритуалов, которые мы можем устраивать каждый день. И если в обычный вечер вы чувствуете усталость, то уделите себе немного времени, ведь ваши ноги, ваши руки, да и вы сами заслуживаете отдыха и заботы. Продолжая тему о том, как негативные эмоции влияют на здоровье ног, хочется добавить, что работа с нашим внутренним состоянием так же важна, как и физический уход за телом. Ведь даже когда мы помогаем себе расслабляющими ваннами и массажем, многое зависит от нашего эмоционального фона и того, как мы справляемся с неприятными чувствами. Если эмоции регулярно переполняют нас, не находя здорового выхода, это создает сильное напряжение в теле. И ноги, как одна из основных опор тела, первыми начинают чувствовать этот эффект. С самого утра наш день часто может начинаться с внешних раздражителей, новости, обязательства, какие-то задачи, которые ждут решения. Негативные программы, как их называют психологи, это не просто привычка реагировать на раздражители определенным образом, но и те установки, которые мы носим в себе. И эти установки на самом деле очень сильно определяют то, как мы живем. Если мы начнем внимательно следить за собой, то заметим, что каждый день перед нами разворачиваются почти одни и те же сценарии. Неприятные мысли, тревога, обида на что-то, что не получилось или не вышло так, как мы хотели. Именно это можно назвать негативными программами, привычка реагировать на одни и те же ситуации определенным образом, особенно если такие реакции нас не радуют. И первый шаг к тому, чтобы постепенно выйти из этих негативных установок, это осознание. Осознание – это та точка, с которой начинается любой позитивный сдвиг. Когда мы осознаем, что нас тревожит или раздражает, мы уже можем сделать первый шаг в сторону изменений. Попробуйте прямо сейчас подумать о том, какие ситуации или люди вызывают у вас больше всего негативных эмоций. Возможно, это работа, определенные задачи или конкретные разговоры. Когда мы обращаем внимание на это, становится легче понять, что вызывает реакцию. Иногда просто осознание того, что негативная реакция идет не от конкретного человека или события, а от нашей внутренней программы, помогает изменить отношение к происходящему. Следующий шаг – это обучение замедлению. Негативные эмоции часто взрываются в нас мгновенно. Кто-то что-то сказал, и вот уже ответная реакция, зачастую слишком резкая или эмоциональная. Это как если бы мы действовали на автопилоте. Замедление помогает разорвать этот цикл и взять паузу, чтобы подумать. Секрет в том, чтобы сознательно остановить себя хотя бы на одну секунду, прежде чем ответить или сделать что-то, что может вызвать больше негатива. Просто скажите себе. Пауза. Эта одна секунда помогает нам дать себе небольшой промежуток времени, чтобы переосмыслить ситуацию. Например, вместо того, чтобы раздражаться или отвечать так, как мы привыкли, можно подумать, а почему я так реагирую, что конкретно меня расстраивает. Также есть замечательная практика, которую можно делать каждый день, чтобы помогать себе выходить из негативных программ. Ее суть в том, чтобы находить хотя бы одну хорошую вещь, которая произошла за день. Даже в самые трудные дни можно найти что-то приятное, что-то хорошее. Это может быть что угодно, даже маленькая радость, улыбка, вкусный обед или приятный разговор с другом. Запишите это или просто задержитесь на этой мысли на несколько секунд, чтобы осознать. Этот день был не только из негативных моментов. Эта практика помогает мозгу привыкнуть к тому, что всегда есть что-то хорошее, что заслуживает внимания, даже если день был насыщен стрессами. Друзья, если вы хотите узнать самые сильные практики, которые наполнят жизнь спокойствием и светом, подписывайтесь на телеграм-канал «Магия жизни» энергопрактика Натальи Светлой. Там вы найдете много советов и техник, которые помогут сделать жизнь наполненной, счастливой и гармоничной. Это место для тех, кто хочет глубже узнать себя, освободиться от тревог и привнести в свое пространство больше счастья и радости. Ссылку на канал оставлю в описании. Присоединяйтесь, чтобы каждый день наполняться положительной энергией и знаниями, которые помогут создать пространство для счастья, гармонии и изобилия. Отличный способ помогать себе сохранять спокойствие в течение дня – это регулярные короткие перерывы на глубокое дыхание. Глубокое дыхание помогает нам снять напряжение и остановить поток негативных мыслей. Один из самых простых способов – это техника глубокого диафрагмального дыхания, когда вы дышите животом, а не грудной клеткой. На вдохе представьте, что вы набираете воздух в нижнюю часть живота, а на выдохе представляйте, как напряжение уходит. Просто сделайте три таких вдоха и выдоха, и почувствуйте, как тело начинает расслабляться, а мысли становятся спокойнее. На самом деле, простое внимание к дыханию может очень сильно менять состояние в стрессовых ситуациях. Это как если бы вы давали своему телу сигнал «всё в порядке», мы сейчас всё решим. Если говорить о более серьёзных методах выхода из негативных программ, стоит упомянуть и медитацию. Но медитация – это не обязательно сидеть в полной тишине по полчаса каждый день. Медитация может быть короткой, буквально пять минут, когда вы просто закрываете глаза, расслабляете мышцы лица и плеч и наблюдаете за дыханием. Важно научиться успокаивать ум хотя бы ненадолго. Такие короткие паузы помогают нам становиться менее подверженными эмоциональным всплескам, потому что тренируют ум находиться в настоящем моменте. Медитация укрепляет нашу способность осознавать эмоции, но не поддаваться им. Например, когда нас что-то раздражает, вместо мгновенной реакции мы можем остановиться и осознать это, не вовлекаясь. Ещё один секрет спокойствия – это способность прощать. Прощение – это вовсе не слабость, а сила. Иногда накопленные обиды и раздражения тянут нас вниз, отравляют жизнь, даже если мы это не сразу замечаем. Когда мы держим обиду, то как бы привязываем себя к негативу, к ситуации, которая давно прошла. Прощение помогает освободиться. Когда мы учимся отпускать обиды, внутри появляется больше пространства для радости и спокойствия. Даже если мы не можем сразу отпустить какую-то сильную обиду, важно хотя бы сделать первый шаг – осознать, что это чувство не даёт нам покоя. Можно мысленно сказать себе, «Я выбираю отпустить это чувство, оно больше не будет мной управлять». Сначала это будет просто установка, но постепенно мозг начнёт воспринимать её всерьёз. Физическая активность тоже играет огромную роль в способности сохранять спокойствие. Наше тело не предназначено для постоянного сидения и переживаний, оно создано для движения. Даже лёгкая физическая нагрузка, прогулка, йога, пробежка, помогает сбросить накопившееся напряжение, улучшить кровообращение, напитать тело кислородом. Всё это даёт нам чувство бодрости и энергии. Когда мы чувствуем себя физически сильными, у нас появляется больше ресурса для эмоционального спокойствия. Все эти способы, как маленькие шаги к внутренней гармонии. И может быть, они не решат проблемы мгновенно, но помогут обрести больше осознанности и стабильности в течение дня. Когда мы спокойны, наши мысли становятся яснее. Мы не хотим, чтобы мы не хотим. Мы не хотим.